привет меня зовут анна мы с вами продолжаем изучать математику и сегодня у нас тема проверка письменного деления и вообще проверка наших вычислений мы сегодня поговорим про проверку деления умножением а также познакомимся с интересным устройством которое называется калькулятор но начнем с деления и проверки да мы с вами помним алгоритм деления вот у нас например образец до 783 делим на 3 да не забываем запись столбиком деление полочку такую рисуем до делимая делитель частная будет внизу начинаем делить выделяем первое неполное делимое это 7 7 делим на 3 получается 2 умножаем 2 на 3 это будет 6 из 7 вычитаем 6 получаем единицу сравниваем 1 и 3 1 меньше значит вычисление выполнены верно идем дальше его по находим второе неполное делимое 18 18 делим на 3 получаем 6 6 умножаем на 3 18 18 минус 18 будет 0 до 0 бы не пишем 0 меньше чем 3 значит вычисление выполнены верно третье неполное делимое это 33 делим на 3 11 умножаем на 3 это 33 минус 3 будет 0. 0 меньше, чем 3, да? Остатка у нас здесь нет. Читаем ответ 261. Как будем проверять? А проверять мы будем деление умножения. Умножаем 261 на 3. Вот и все. В тетрадке так и будем записывать, да? Сначала разделили столбиком. Слово проверка, двоеточие, ниже записываем столбиком умножения. Умножаем частное на наш делитель. 261 умножили на 3. Умножаем единицы. 3 на 1. Это 3 пишем в единицах. 3 на 6. Десятки умножаем. 3 на 6. 18. 8 пишем в десятках. 1 запоминаем. 3 умножить на 2 на сотни. Это будет 6 плюс 1, который запомнили. Это 7. 783. 783. Значит, наши вычисления выполнены верно. Ну, кроме таких вот письменных вычислений, еще проверки, да? Можно выполнить проверку с помощью прекрасного устройства калькулятора. Калькулятор все видели. Калькулятор это простейшее такое электронное устройство для выполнения разных вычислений. В том числе проверку на калькуляторе тоже очень удобно выполнять. Калькулятор есть как отдельный прибор, есть сейчас калькулятор в любом телефоне в любом компьютере пожалуйста пользуйтесь при проверке только не при вычислениях а когда вычисления проверяете не забывайте да что все-таки нужно свою головушку немножко напрягать да и развивать свой вычислительный навык не сразу доставать калькулятора только тогда когда вы проверяете свои вычисления давайте разбираться с калькулятором вообще калькулятор выглядит всегда примерно одинаково у него есть цифровое табло куда мы вводим числа есть кнопки с цифрами да с помощью которых мы заносим числа есть также арифметические действия плюс ну я надеюсь вы узнали минус узнали до вычитание умножение крестиком также как мы пишем с вами при вычислениях столбиком и деление особый знак не просто две точки а еще между ними будет черта до линия вычитания как у вычитание минус на это будет действие разделить также будет знак равно ну с на равно вы знакомы и еще очень важная клавиша а c или просто c это клавиша сброса и когда мы с вами выполняем различные вычисления на калькуляторе мы с вами используем в основном эти клавиши остальные нам пока что не нужны смотрим да как мы можем выполнить вычисления ну вот например у нас нам нужно к 9 прибавить 7 мы с вами вводим цифры 9 дальше ставим знак плюс дальше знак цифру 7 опишем и ставим знак равно у нас появляется ответ как только ответ мы проверили ага все в порядке c это сброс вот у нас вычисления до 741 минус 63 будет 678 вы увидели да на анимации что мы ввели точно также цифрами наши числа поставили знак арифметического действия между ними да и поставили знак равно в конце увидели что у нас на табло выскочила 678 значит проверку наши вычисления прошли прошли удачно пользуясь калькулятором при проверке вы проверяете сами себя да но не пренебрегаете да вот письменными вычислениями без использования калькулятор потому что сейчас это вам тоже очень очень важно но в целом когда вы выполнили уже домашнее задание и вам нужно просто перепроверить себя убедиться что сделали все правильно пожалуйста калькулятор используйте в этом нет ничего такого ничего я не вижу ничего страшного если вы научитесь им пользоваться ну а мы подводим итог сегодня говорили про проверку деления умножением а также познакомились с калькулятором не злоупотребляйте калькулятором еще раз призываю вас к этому но у меня на этом все спасибо за внимание до встречи на следующем уроке пока пока